В Конгресс-центре ТППРФ прошло расширенное заседание Генерального Совета Всемирной Федерации Торговых Палат. Федерация объединяет около 12 тысяч торгово-промышленных палат и объединений бизнеса по всему миру. Открывая встречу, президент ППРФ Сергей Катырин рассказал о роли и значении палат в развитии российского предпринимательства на современном этапе. Если говорить об участии российской торгово-промышленной палаты в развитии предпринимательства, я хотел бы отметить, что сегодня, во-первых, это старейший институт не только в мире, но и у нас в стране. Это старейший институт, которому предприниматели, я имею в виду, которому насчитывается уже более 100 лет. В 2017 году было 100-летие соединения образования первых палат в российской, ну тогда уже России, прошу прощения, потом Советского Союза и сегодня Российской Федерации. Сегодня нам свои интересы доверяют предприниматели всего спектра нашего бизнеса, от малого до крупных предприятий. У нас более 50 тысяч прямых хозяйствующих субъектов, около 300 союзов ассоциаций федерального уровня, которые являются членами российской палаты, более 500 союзов ассоциаций регионального уровня, которые являются членами наших региональных торгово-промышленных палат. Развитие и поддержка семейного бизнеса, бизнес-барометр коррупции, 100 надежд бизнеса – эти и многие другие проекты палата реализуют в последнее время. О них участникам расширенного заседания рассказала вице-президента ППРФ Елена Дыбова. Мы понимаем, что сейчас наши предприниматели, они в такой достаточно жесткой зоне, когда мы должны постоянно развиваться, постоянно меняться, постоянно работать над своим бизнесом. И мы понимали в торгово-промышленной палате, здесь формируя проекты, что палата должна стать тем инструментом, который будет помогать нашим членам, нашим компаниям стремительным вот в этих изменениях быть современными, успешными, быть востребованными. И, конечно, одна из форм, то, что говорил Сергей Николаевич, это обучение, это постоянная поддержка. Но я вам могу сказать, что не все уже, к сожалению, как бы члены наших палат, они готовы вот в таком жестком режиме постоянно заниматься вот этим совершенствованием. Поэтому одним из проектов, который мы сформировали, который, в принципе, достаточно успешно сейчас у нас практикуется и развивается, это проект по развитию семейного предпринимательства. Международная торговая палата и Всемирная федерация торговых палат – это институты, которые дают возможность более 40 миллионам компаний планеты работать и сотрудничать вместе. Такой была главная мысль выступления генерального секретаря МТП Джона Дентона. Председатель Всемирной федерации торговых палат, президент Дубайской ТПП Хамад Буамим рассказал о стратегической дорожной карте в ФТП и планах на будущее. «Заседание Генерального совета не случайно проводилось именно в Москве. Сегодня город развивается, совершенствуется, здесь создаются новые рабочие места, открываются новые компании, здесь есть условия и для жизни, и для работы», – подчеркнул в своем выступлении министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин. Он рассказал о развитии бизнеса в столице, об изменениях, произошедших в последние годы. На встрече выступили руководители региональных палат, рассказав об аспектах международного сотрудничества в разрезе регионов. По итогам заседания мы спросили о роли и значении в ФТП для развития международного сотрудничества региональных ТПП у президента Липецкой палаты Анатолия Гольцова. В данном случае мы строим свою стратегию, мы свою тактику строим, и без тех изменений, которые происходят именно наверху всей системы торгово-промышленной палаты, это просто невозможно даже и оценить, и сказать. И то, что сегодняшние выступления произошли, они действительно пополнили и нашу копилку знаний определенных, изменений наших стратегических аспектов. Мы изучаем опыт именно ТПП мировой системы, кто, как работает, какие полномочия. У ТПП России сегодня очень большие перспективы для развития, и мы видим эту составляющую. Но главное о том, что сегодня вот этим советом мы поняли, что мы еще раз члены мировой системы. Хоть являемся в регионе, в своем маленьком регионе, но мы знаем, что мы члены мировой системы ТПП. В рамках мероприятия также прошла сессия вопросов и ответов. По итогам заседания в Министерстве иностранных дел состоялась встреча руководства Международной торговой палаты Всемирной федерации торговых палат и ТПП РФ с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Стороны обменялись мнениями по итогам прошедшей встречи. Мы с большим уважением относимся к тем вопросам, которые вы решаете. Вы руководствуетесь всегда соображениями, практическими соображениями выгоды, взаимной выгоды. И в этом смысле, наверное, очень будет важен ваш голос в отстаивании принципов открытой многосторонней торговой системы, в отстаивании базовых принципов Всемирной торговой организации и в необходимости ее реформировать, чтобы исключить какие-то односторонние эксцессы. Вы знаете, что мы подали заявку на проведение такого форума. И будем очень надеяться на то, что нас коллеги поддержат, когда будет определяться место проведения форума в 2023 году. Первым, кто выполнил 2023 год, это были как раз наши коллеги из Международной палаты Семирной Федерации торговых палат. Они на пресс-конференции управляли наши задания. Россия уже играет очень активную роль в Международной торговой палате. В частности, Россия является членом Генерального Совета. Кроме того, важно понимать, что мы активно и давно сотрудничаем. В частности, была России подана заявка на проведение Конгресса в 2023 году. Это очень серьезный шаг. Редактор субтитров А.Семкин